Как создать контент-план для YouTube-канала? Сегодня поговорим об этом. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubis. И в этом ролике давайте разбираться, как же создавать контент-план для YouTube. Вообще, на самом деле, контент-план или же медиаплан для YouTube, это совсем не то, что вы делаете, например, в ВКонтакте или в Instagram. Почему? Потому что эти соцсети разные, и, допустим, ВКонтакте в основном у нас посты, да, то есть здесь можно проследить хронологию друг за другом, например, идет пост какой-то личный, потом пост профессиональный, пост вовлечения, пост с отзывами, то есть там совершенно все по-другому выстраивается эта система. На YouTube же 90% контента вашего и того, на что стоит основываться при создании своего медиаплана, это рекомендации. Потому что, смотрите, если мы сейчас зайдем на главную страницу, то мы увидим вот главное и здесь вот рекомендованные. И 8 роликов на данный момент на первой главной странице мне рекомендуются. Соответственно, наша задача, как людей, да, предпринимателей, которые хотят получать заявки из YouTube с помощью своего контент-плана, выходить вот сюда, на первые места в рекомендации. Или же, когда ваш потенциальный клиент смотрит какой-то ролик на YouTube, ваша задача попасть к нему вот сюда, в раздел следующий, то есть в раздел с рекомендациями. То есть здесь нет никакой, скажем, хронологии, да, по сути. То есть человек может посмотреть то видео, которое, вот, например, значок его привлек, вот этот оказался более ярким, и он тоже о тематике, которую ищет ваш потенциальный зритель, он нажмет его просмотрит, да, то есть совершенно не так, как это происходит в ВКонтакте или в Инстаграме. Кстати, обратите внимание на ссылку в описании под этим видео. Скоро у меня стартует программа, где мы очень подробно как раз будем прописывать свой пошаговый план продвижения бизнеса на YouTube. Там мы будем подбирать темы как раз-таки для выхода наших видео в рекомендации, в топовые позиции, и чтобы ваши ролики выдавались в поиск Яндекс, Google, YouTube. Также разберем скрипты видео, которые позволяют сделать более эффективными ваши ролики и получать с них заявки. И еще много чего другого интересного, поэтому переходите по ссылке в описании и прочитайте для тех, для кого это актуально. Ну а мы идем дальше. Итак, чтобы я рекомендовала в качестве контент-плана, да, ну самое первое и самое эффективное из наблюдений при работе с моими клиентами в агентстве, это создание серийных видео. Причем каждый ролик в этой серии, он сам по себе тоже отдельный, цельный по смыслу. Давайте я вам покажу, о чем здесь речь. То есть, предположим, зайдем на мой канал и у меня есть, например, плейлист, ну выберем какой-нибудь плейлист, допустим, YouTube для бизнеса. То есть, здесь, в принципе, входят в этот плейлист все видеоролики, в общем-то, пошагово, да, что сначала нужно создать сайт, как подготовиться к продвижению, как вообще выбрать агентство и так далее. То есть, каждый ролик по отдельности, он сам по себе целый, полезный, интересный. Но когда у меня есть какая-то большая тема, тот же YouTube для бизнеса, то я могу это разложить на несколько серий и даже рекомендую прописывать там серия 1, серия 2, серия 3. В любой тематике это можно сделать. То есть, вот это первое, что я бы сделала. Дальше, если вы только начинаете свой канал на YouTube, то снимите видео о том, как вы вообще пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь. Это будет очень интересно вашим зрителям и целевой аудитории. Снимите трейлер канала, если у вас бизнес или компания, то есть, о чем вы, почему на вас стоит подписаться и так далее. Ну и дальше рассуждаем, в общем-то, логически, да. В каждой теме есть какие-то популярные запросы. Предположим, это омоложение лица. То есть, какие здесь могут быть популярные запросы. Как убрать мимические морщины, как там убрать морщинки на лбу или на бороде. Ну то есть, вот такие, да, самые популярные. Составляете себе такой список из самых популярных вопросов в вашей теме и, в общем-то, записываете. Это самое простое, что можно сделать. Также отслеживаете актуальные запросы в интернете по вашей теме с помощью таких сервисов, как Яндекс.Вордстат, VidIQ. Если вы умеете пользоваться, то обязательно смотрите, какие рекомендации он там дает. У меня, кстати, есть на канале ролик про VidIQ. Я его оставлю в описании. Сервис Мутаген, он уже больше как раз-таки позволяет проанализировать ваши запросы, чтобы определиться, будете ли вы именно такую тему снимать, будет ли она эффективной. Мы как раз будем разбирать это на программе. Вот. Соответственно, в Яндекс.Вордстат вы можете зайти, набрать запрос, посмотреть, сколько человек в месяц набирают эту тему. То есть, здесь все просто. Дальше. Освещайте. Ну вообще, по сути, на Ютубе прослеживаются два основных направления вообще, как, о чем снимать видео, на какие темы. Первое – это более популярные запросы, какие-то трендовые запросы, широкие запросы, часто задаваемые, да. Второе направление – это то, что нужно именно вашей целевой аудитории. То есть, часто такие запросы не сильно популярны, но они должны быть на канале, потому что ваша аудитория их ждет. То есть, это темы, которые разбирают вглубь. То есть, например, возьмем личностный рост. На поверхности у нас лежит, там, как повысить уверенность в себе. А если вглубь, как повысить уверенность в себе женщине, там, после 40 лет, например, да. То есть, более глубокие такие запросы стоит разбирать. Это тоже, кстати, очень хорошо работает. Следующее, что вам необходимо сделать при составлении контент-плана, естественно, определиться, какое количество видео у вас будет и в какие дни, в какое время оно будет выходить. То есть, составьте для себя график, что, например, там, понедельник, среда, пятница в 5 часов вечера будут публиковаться мои видео. YouTube любит стабильность, и это послужит вам и вашей компании в качестве, как раз-таки, привлечения внимания вашей целевой аудитории и получения оттуда, естественно, заявок. Очень важный следующий пункт – это отслеживать аналитику канала. То есть, чуть ли не каждую неделю, как мы это делаем, заходите в аналитику, смотрите, какие видео смотрят больше, там, какие видео принесли вам больше подписчиков, с каких видео, если у вас настроена CRM-система, у вас пришли заявки и так далее. То есть, все это важно для чего? Чтобы в дальнейшем корректировать. То есть, допустим, для первого месяца вы можете записать какие-то популярные темы, но уже для второго стоит углубляться или, наоборот, расширяться, в зависимости от того, что было интересно в первый месяц вашей аудитории. Мы в агентстве всегда делаем именно так. То есть, записывайте темы на те ролики, которые, грубо говоря, зашли на вашем канале. Вот, в принципе, это и все такие основные моменты, которые я хотела вам рассказать по созданию контент-плана. Если было полезно, естественно, ставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. Кстати, в следующем видео, я думаю, расскажу более подробно о программе по прокачке YouTube. Для самых быстрых вы можете уже в описании читать, есть пост из ВКонтакте. Я там расписала как раз все, что будет, что мы будем там делать. Ну, а с вами была Юлия Измайлова. Смотрите другие полезные ролики. Увидимся. Пока.